В эфире телеканала ННТ Новости Дагестан. С вами Ларьяна Шимхалаева. Здравствуйте! И вначале коротко о том, что для вас подготовили я и мои коллеги. Платить будем как и раньше. Тарифы ЖКХ пока не меняются. А у нас в Доме ГАЗ. Программа социальной дегазификации стала проще и доступнее. Святыня на холсте. Туристки-художницы из других регионов запечатлели красоту Махачкалинской мечети в своих работах. Четыре дня до поединков. Дагестанские спортсмены готовятся к турниру Лиги Universal Fighters. Подробнее в спортивном блоке новостей. В Дагестане не будет повышения услуг ЖКХ до середины следующего года. Об этом сообщает Минэнерго региона. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, принятые в Республике в декабре 2002 года, останутся неизменными на полтора года до 1 июля 2024. По данным ведомства, ранее правительство России своим решением перенесло индексацию за газ, передачу электроэнергии, вода и теплоснабжения. Благодаря этому стоимость услуг будет пока оставаться на прежнем уровне. А сообщение о том, что у граждан якобы не принимают платежи из-за планового повышения размера тарифов, власти региона считают неподтвержденными. Почти 6,5 тысяч заявок от граждан принято в Дагестане на социальную доготификацию. Здесь идет чуть с отходом в котельную, и там уже есть сигнализатор, 15 диаметр. В рамках реализации программы подведения газа к частным домовладениям на 12 июля уже заключено почти 5 тысяч договоров. В более чем 1200 домах уже запущено голубое топливо. Компания со своей стороны обеспечивает оперативное рассмотрение поступающих заявок и проведение строительно-монтажных работ по прокладке подводящих газопроводов. Активными темпами идет подключение к газу и в Ленинском районе Махачкалы по улице 3-й от Гельной. Проводим работы на сегодня внутридомовые, то есть на участке у абонента по заявке. Также мы проводим работы по наружке, ну наружные газопроводы до границ участка. Зачастую, ну, бывают такие проблемы, что сосед может не разрешить провести газопровод на своей стене, установить опору, просят отпустить на один метр, поднять на один метр. Мы находим общее и стараемся делать так, чтобы не было проблем у нас в процессе газификации. Отметим, что проще всего подать заявку на догазификацию через официальный сайт МФЦ или госуслуги, а также можно обратиться непосредственно в офис компании «Газпром газораспределения Махачкала» и «Газпром газораспределения Дагестан». Сроки выполнения работ зависят от протяженности газопровода. Свалка растет, как на дрожжах. Такая ситуация сложилась на улице Гобцахской, где мусор лежит всего в 50 метрах от контейнерной площадки. Но местные жители не выбрасывают его, куда положено. На проблему отреагировал мэр Махачкалы, узнавший о таком положении дел в комментариях людей в своем телеграм-канале. По его поручению на место выехали работники МБУ благоустройства. С привлечением специализированной техники территорию приводят в порядок. Здесь же, рядом с многоквартирным домом, есть еще две стихийные свалки строительных отходов. Специалисты Управления административно-технической инспекции города составили акты в отношении застройщиков. Городские власти предупреждают жителей данной улицы о необходимости доносить мусор до контейнерных площадок. Иначе будет установлен видеорегистратор, который выявит личности злостных нарушителей. Машина не только как средство передвижения, а настоящий друг. Для кого-то и вовсе член семьи. Как и откуда у дагестанцев зародилась культура ухода и отношения к своему авто, попытался разобраться мой коллега Карим Гамаев. Тут всегда ценились хороший автомобиль и умение на нем ездить. Отношение наших земляков к своим железным коням часто вызывает восторг у многих за пределами республики. В Дагестане тюнингуют, наворачивают и переделывают, начиная от лады приоры, заканчивая любой другой маркой и моделью. Ну и конечно у нас стали появляться одни из лучших детейлинг-центров страны. Мы решили посетить один из таких автоцентров, где проходила сходка автолюбителей и спросить у них, откуда такая любовь к авто. С детства мне нравились машины и очень сильно любил за ними ухаживать, смотреть. Как говорится, мечты сбываются. И самое главное, я всегда бы моим ходом на это, видя, что в нашем городе молодежь развивается очень быстро и не оглядываясь, только берет самые лучшие аппараты и ухаживает за ними. Ихняя мотивация меня тоже подгнула тому, чтобы открыть для них достойный сервис и обслуживать их автомобили. О том, какое разнообразие авто и как сильно их любят у нас в республике, можно узнать, заглянув в сам детейлинг. Большое количество проводимых работ на самых разных машинах. Про один из редких экземпляров поинтересовались у администратора центра. Porsche Taycan. Электрический автомобиль от Porsche. На полную оклейку у нас заехал. Это, кстати, рестайлинговая версия, версии Turbo. Многие были удивлены, когда он к нам заехал. Таких, по-моему, два. Один синий и один серый у нас. Сделали реставрацию, будем оклеивать. В том числе, кстати, диски. Впервые к нам заехал клиент, который хочет антигравий заклеить на диски. Владелец детейлинг центра решил познакомить нас с его, так скажем, постоянными клиентами. Они чаще всех заезжают за тюнингом, рассказывает Хамза. На вопрос, откуда у них особенное отношение к своему авто, говорят, что все начинается с детства. У нас есть трое ребят, которых я сейчас познакомлю вас с ними. Они, можно сказать, с детства в эту культуру погружены. И именно развивают. Можно сказать, они были одним из мотиваторов, которым я подумал. Посчитал, как бизнесмен, что им нужно такое направление, что им нужно сделать комфортные условия для ухода за автомобилем. Просто настал любить автомобили и все. Думал на мотоцикл сесть, потом мама сказала, что дома выгонит, поэтому... Я всегда любил машины, не только грузовые, я любил легковые машины. Я мечтал даже иметь себе такой аппарат, там, М-ка или 63-й. С детства люблю машины на тетрадках смотрел, ролики смотрел. Ну, в детстве какой вкус бывает? Мы любим такие гоночные, Бугатти, Ламборгини, туда-сюда. Но когда ты растешь, ты понимаешь, что больше интересно что-то вот такое. Автомобиль, на котором ты можешь каждый день передвигаться, получать удовольствие от того, что ухаживаешь за ним. В завершении сходки автолюбители проехались кортежем по городу, собирая восторженные взгляды. Карим Гамаев, Саид Шагидов, Новости ННТ, Махачкала. Центральная джума-мечеть города Махачкалы, белоснежная красавица, как ее называют метафорически, была построена в 1996 году. Сегодня это место притяжения не только молящихся, но и туристов. Они посещают мечеть с удовольствием, рассматривая аутентичные росписи, фотографируют и даже рисуют ее на память. Айша Тухаева расскажет о художниках, запечатлевших сердце столицы на холсте. София и Марина рисуют джума-мечеть с самого утра. Они студентки художественно-графического факультета Московского педагогического государственного университета. В Махачкале они не только как туристки, но и по программе обмена студентами проходят практику в ДГПУ Махачкалы. Мы занимаемся живописью, рисуем мечеть, потому что с первого дня мы ее заметили, еще даже когда в горах были, и такую белую блямбочку нарисовали, и все. И сегодня уже решили прийти конкретно ей заняться. Уже часа два рисуем, огромное удовольствие получаем. Мне очень нравится, что она белая, такая воздушная, она как будто творит над этим городом. Даже с гор ее было заметно, каждую деталь практически. Вот, и я чувствую на нее, глядя, такую легкость и доброту. Вот так. И с таким же чувством ее рисую. Интерес у туристов возникает не только к мусульманским святыням, но и к одежде мусульман. Часто они просят показать, как повязать платок, спрашивают, что именно нужно покрыть, для того, чтобы можно было войти в мечеть. Девушки в хиджабах также представляют интерес для профессиональных художников. Я не очень люблю рисовать волосы, поэтому для меня это идеальный вариант. Потому что свет падает на платок, очень красивые цвета у платков, переливается все. И в целом, ну, это выглядит как-то уважительно, что ли. Это здорово. Девушка в хиджабе – это, в первую очередь, загадочность, таинственность и такая девушка, которая вызывает уважение сразу. Детишки во дворе мечети спешат на свои уроки. Гиды, которые проводят экскурсии по главной мечети города, принимают уже четвертую на сегодня группу туристов. А результат почти четырехчасовой работы будущих художниц хорошо передает красоту. Джума мечети. Айша Тухаева, Халид Ахмаев, Ислам Халиков. Новости ННТ. Махачкала. И в заключении о спорте. 16 июля в Дакогнях состоится шестой турнир Лиги Universal Fighters. Вечер профессиональных поединков пройдет на главной площади города. Силами померятся 28 бойцов из регионов России, Европы и стран СНГ. В эти дни подготовка спортсменов выходит на финишную прямую. С главными героями предстоящего вечера пообщался Курбан Рагимов. До старта шестого турнира Лиги UFL остаются считанные дни. Нагрузки идут на спад. Для Расула Магомедова предстоящий поединок станет седьмым в профессиональной карьере. Пятираундовый бой. Дагестанца из Москвы против файтера из Азербайджана Зияда Саидалы возглавит турнир в Дакогнях. Спортсмены оспорят вакантный пояс Лиги в полусреднем весе. Для Магомедова это шанс вписать свое имя в историю и открыть для себя новые перспективы. На данный момент это самый главный бой для меня в карьере, потому что от него, наверное, зависит дальнейшая мотивация, как я раньше и говорил. Разумеется, я готовился два месяца. Прошел серьезный лагерь под руководством старшего тренера Шамиля Абдуллаева в городе Москвы. И сейчас на этапе весогонки приехал сюда, в Дагестан. Здесь я не стал придумывать какие-то планы под соперник. Я хочу просто выйти и подраться. Хочу подраться, забрать этот пояс. Я знаю, что лига будет в дальнейшем развиваться, но все равно история останется имя того человека, кто перезабрал пояс этой лиги. Поэтому моя цель – это пояс. Лига ЮФЛ дает возможность не только признанным мастерам, но и молодым амбициозным бойцам. Магомед Шахбанов – чемпион России, Европы и мира по грэпплингу. Год назад он решил связать свою судьбу со смешанными единоборствами. Впереди третий бой под эгидой ЮФЛ. Два предыдущих поединка он завершил досрочно. Конечно, хочется удивить, что я могу работать и в стойке, и в партере, чтобы не было никаких пробелов у меня. Соперник был чеченец, вызывал, целый год вызывал меня на бой. Ему один раз предложили на маленьком турнире подраться, он отказался, говорил, что не готов. Сейчас вот под конец подготовки говорит, что якобы у него палец сломался. Ну, я не знаю. На следующий день сразу нашли нового соперника киргиза, тоже такой крепкий боец. Пожелаю ему только удачи, подойти в хорошей форме. Пускай, главное, не волнуется, сильно бить не буду. Еще один базовый грэпплер в команде – Магомед Абдусаламов. Двукратный победитель молодежного первенства мира впервые выступит при родной публике. До этого три своих победных боя он провел в Москве. Конечно, дома намного тяжелее, чем на выезде, потому что очень много родных и близких. Но я уже с детства выступаю, и для меня это не впервые выступать при близких, родных, друзьях. Так что я уже привык, я готов, думаю, морально и физически. Соперник мой также из Дагестана, наш соотечественник. И подготовку я проходил в своем зале, в Юниорсу Файтерс. Больше работали над нашей базой, это грэпплинг, джиу-джитсу. Я совмещаю с грэпплингом, через две недели я выступаю на чемпионате России. Также хотел бы в ЮФЛ сделать пару боев и в этой же лиге подраться за пояс из своего категории 70 килограмм. Как я знаю, лига набирает обороты, это новая лига, и у них большие планы. Они собираются проводить много турниров как в России, так и за рубежом. Сейчас появились уже чемпионские бои, так что и для нас, молодых, это большой шанс показать себя и развиваться в этом направлении. Шестой турнир лиги ЮФЛ пройдет на центральной площади Дагагней. Всего зрители увидят 14 поединков. Ожидается, что в октагон войдут как молодые и перспективные дагестанцы, а также их соперники из регионов России, Европы и стран ближнего зарубежья. И на этом у меня все. В студии работала Лорианна Шимхалаева. Следите за нами в социальных сетях. Всего вам доброго и до скорых встреч в эфире.